Всем привет! С вами Рустам Багиров и сегодня мы поговорим о мажорных и минорных аккордах. Как же их строить, как же их находить, как они звучат. Итак, сегодня я вам не буду рассказывать о том, как прийти к быстрому результату в определенных песнях, как сейчас везде все хотят очень быстро прийти. Но эти знания помогут вам в том, чтобы научиться играть определенную песню самим, без каких-то туториалов. Просто, да, использовать аккорды, подыгрывать себе, петь, не знаю. Итак, приступим. Мажорные и минорные аккорды. Значит, какое их главное отличие? Это являются две основные группы аккордов. Мажорный аккорд звучит всегда светло. Это вы ушами можете проверять. Пожалуйста, светло. Да, а минорный аккорд звучит грустно или темно, пожалуйста. Скажем, это, слышите, это грустный аккорд, да? Это светлый аккорд. Итак, это является главным отличием. Всегда ушами проверяйте. Мажорный, светлый, минорный, темный. Итак, как же мне научиться строить этот аккорд? Конечно, я вам, опять же, могу показать сразу. Вот вам фа мажор. Так и нажимайте. Но вы тем самым не научитесь сами находить аккорд, скажем, ми бемоль мажор, фа диез минор. То есть здесь сразу возникнут трудности. Вы что, будете гуглить определенный аккорд или искать туториалсы? Нет. Поэтому очень важно научиться их исчислять, как-то вычислять. Итак, нам нужно находить три нотки. Первая нотка нам известна. Например, если это ми бемоль мажор, то это и есть ми бемоль. Да? Как же находить вторую? Вторую мы должны измерить, чтобы найти. Этим мерилом, так же, как есть сантиметры и миллиметры, этим мерилом в музыке является обозначение полутон. Полутон. Полутон является ближайшая нота. То есть от нотки ми бемоль ближайшая нота является ми. От нотки фа ближайшая нотка является фа диез. От нотки си полутон наверх является до. Вот так все просто, господа. Так вот, нам нужно найти чуть-чуть шире, чуть-чуть больше. Это нам нужно научиться находить тон, чтобы научиться находить два тона. Итак, тон. Что такое тон? Ну, это два полутона. Пожалуйста, ми, значит, тон наверх, это является фа диез, то есть это два полутона, пожалуйста, ми фа и фа фа диез, вот, все вместе выходит тон наверх. От нотки ля тон наверх, то есть два полутона, это си. От нотки си тон наверх, это, значит, у нас это до диез, видите, нотки нет между. Итак, мы научились понимать, что такое полутон, это ближайшая нота, тон, это два полутона. Итак, для того, чтобы нам научиться находить ближайшую ноту мажорного аккорда, нам нужно находить два тона. Два тона. Например, от фа я, значит, строю, у меня тон, это соль, да, и от соль я ищу следующую, еще один тон, чтобы было два тона. Это нотка ля. Итак, я нажимаю, это есть мажорная терция, она уже звучит светло, слышите? Итак, дальше я нашел первую и вторую нотку из аккорда, я дальше ищу полтора тона уже от нотки ля, которую я уже сыграл. Вот эта нотка ля, да, для тех, кто подзабыл. Ля, си, мне нужно полтора тона, это значит тон, и еще половина, это будет полутон. Я добавляю фа или как вам угодно, все вместе играю светлый аккорд, слышите? Разница между мажором и минором, как мы говорили, это то, что минорный аккорд, он звучит темно. За счет чего? За счет того, как мы сложили эти интервалы. Так вот, самый быстрый лайфхак, если мы научились видеть мажорный аккорд, скажем, фа мажор, мне нужно эту среднюю нотку чуть-чуть понизить до ближайшей, на полутон вниз. И вот у меня выходит, что здесь от нотки фа до ля у меня полтора тона, математика, да, как же без нее. И от нотки ля бемоль, извините, ля бемоль, и от нотки ля бемоль до нотки до у меня два тона. Выходит, что это полтора плюс два. Кто-то скажет, какой кошмар, мы сейчас будем все это считать. Но послушайте, таблицу умножения мы тоже поначалу, кажется, что учили. Два плюс два, да, но два умножить на три, мы же не исчисляли два плюс два плюс два. Да, мы просто запоминали их уже, что два умножить на три является шесть. Здесь абсолютно та же самая история. Сначала мы исчисляем, а потом мы уже видим, и визуально нам не нужно затрачивать столько много концентрации и внимания для того, чтобы научиться нажимать фа минорный аккорд. Чтобы научиться его исчислять, нам нужно запомнить эту формулу. Это все, что нам нужно знать. А сейчас тренировочка, господа. Нотка Си. От нотки Си нам нужно построить мажорный аккорд. Мы нажимаем нотку Си и ищем, значит, два тона. Си и до диез это тон. От нотки до диеза ищем дальше. Значит, это ре диез. Вот мы пришли к мажорной терции. Слушаем ее. Да, мажорная терция состоит из двух томов. Вот, в общем, два тона. Си и ре диез. И мне нужно полтора тона от ре диеза простроить, значит, от этой черной нотки. Ми мы ищем фа. Это тон. И фа диез. Это и является. Это черная нотка. Значит, и является нам нужной. Это и есть Си мажор. Значит, дальше, что мне с этим делать, знаниями, как? Важно видеть этот же аккорд не только от нотки Си, а также увидеть этот аккорд, чтобы его переставлять. Например, перевести нотку Си наверх. И, значит, играть тот же Си мажор от нотки ре диеза, от этой черной ноты. Также переносить этот аккорд наверх и видеть не только Си мажор от нотки Си, но и от фа диеза. Это занимает, я вам сразу скажу, достаточно количество времени, чтобы во всех позициях играть определенный аккорд. Хорошие новости. Вам же нравятся хорошие новости, как и всем. Такие, что обычно в одной композиции, конечно же, не используются все 12 нот, все 12 аккордов в разных позициях, даже в джазе. То есть обычно в определенной композиции используется, ну не знаю, 5-6 аккордов. Но поэтому важно, если вы... важно вам научиться играть определенные и самые популярные аккорды. Это до, фа, соль, не знаю, си бемоль. И если вы их будете быстро находить, значит, вы и... они вам чаще будут встречаться. Итак, с вами был Рустам Багиров. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте. Будет интересно. Те, кто не видел мое интервью с Марией Наумовой, пожалуйста, посмотрите. Победительница Евровидения. Она дала мне интервью, и я развиваю свой канал. До встречи, друзья. Пока.